Ночь 13 на 14 января – прекрасная возможность продлить волшебство Нового года, так сказать, допраздновать его наступление. Старый Новый год – хороший повод собраться с родными и близкими, встретиться с друзьями и повеселиться от души, еще раз окунуться в атмосферу праздника. А какой же Новый год, пускай и по старому стилю, без песен, танцев и, конечно, Деда Мороза. Старый Новый год Празднуем. Больше стараемся, конечно, выйти в город, пройтись, на коровки сходить. Празднуем, стол накрываем, гостей приглашаем. У меня, во-первых, день рождения на Старый Новый год, поэтому мы празднуем все. Мне и внуки ожидают, бабушка, стол накроешь, я говорю, обязательно. Праздник из детства. Обычно мы делаем, как это, 12 блюд и ходим щедровать. Старый Новый год – последний праздник, который можно отпраздновать зимний. Конечно, весело по-крымски, без снега, но весело. Значит, прониклась идея и нация. С первого и по тринадцатой. Старый Новый год – редкий исторический феномен. Дополнительный праздник, который получился в результате смены лета исчисления с Юлианского на Григорианский календарь. Произошло это после 1918 года. Уникален этот праздник еще тем, что кроме мирских традиций он содержит христианско-православные святки, которые начинаются 6 января и длятся две недели до крещения, а также святочные гадания, когда девушки собираются вместе, пытаясь узнать, что их ждет в грядущем году. Кроме этого, люди пытаются предсказать будущее по приметам. Например, если и не обильно покрывают деревья, то можно ожидать урожая зерновых и хороший сбор меда. А когда тепло, то лето будет дождливым. Конечно, размах празднования второго Нового года не такой широкий, как официального, да и выходных дней в этом случае не предусмотрено. Но каждому по силам устроит самостоятельно себе маленькое чудо. Новый год по старому стилю, в общем-то, это считается больше народный праздник. Кто по старой памяти желает по старому стилю встречать его, праздновать каким-то образом, тот и празднует. Старый Новый год отмечают не только на всем постсоветском пространстве. Традиции собираться в ночь с 13 на 14 января есть также в Сербии, Черногории, Македонии и Швейцарии.